Друзья, всем привет! Я недавно узнал про WSL2, Windows Subsystem Linux, и эта штука меня буквально зацепила. Это полноценное ядро Linux, которое можно запускать на платформе Windows 10 и работать с ним напрямую. В этом видео я не ставлю своей целью рассказать о том, как сделать предварительную настройку или рассказать о каких-либо фишках WSL2. Все это есть на видео от Дэвида Бомбала, где он подробно описывает данный процесс. Ссылка на это видео у меня в описании. Так как по сути это чистый Linux, у меня возникла на первый взгляд безумная идея. Запустить эмулятор сети FNG Community Edition без использования каких-либо сторонних приложений виртуализации типа VMware, VirtualBox или Hyper-V напрямую в WSL2. Хотя, справедливости ради надо отметить, что WSL2 уже запускается из-под Hyper-V. Говорю сразу, что это оказалось не совсем тривиальной задачей, и я столкнулся с определенными трудностями и ограничениями. Но запекая вперед, могу сказать, что мне удалось все-таки поднять EFNG и даже запустить виртуальный образ ASA. Если вам интересно, и или вы сами хотите попробовать установить EFNG на WSL2, добро пожаловать в это видео. В первую очередь нам нужно определить требования к платформе, на которой мы будем ставить EFNG. Для этого я захожу на сайт EFNG.net и нахожу эти требования. Так как я буду устанавливать Community Edition, я вижу, что мне нужно использовать 64-битный дистрибутив Ubuntu в версии 16.04. Далее мне необходимо установить нужный дистрибутив на свой компьютер. Напомню, что WSL2 поддерживается в Windows 10, начиная с версии 20.04. Для того, чтобы установить версию Ubuntu 16.04, я захожу на сайт Ubuntu Wiki, где выложены все дистрибутивы Ubuntu для WSL. И выбираю рекомендованную установку дистрибутива 16.04 через Microsoft Store. Ссылка на сайт в описании к видео. После того, как мы щелкнем по ссылке, нас перекинет в окно Microsoft Store. Нажимаем кнопку Get. После этого появится всплывающее окно, где нужно нажать на Открыть приложение Microsoft Store. И затем устанавливаем дистрибутив. Ждем, пока скачается дистрибутив, и в нижнем правом углу не появится окошечко с кнопкой Запустить. Жмем на эту кнопку, после чего запустится окно терминала. Ждем какое-то время, пока все установится. После чего система попросит вас ввести имя нового пользователя и создать для него новый пароль. У меня это пользователь NetDevOps и пароль IF. Далее нам нужно настроить вложенную виртуализацию. Вложенная виртуализация представляет собой запущенные виртуальные машины на гипервизоре, который сам установлен в виртуальной машине. В нашем случае в сетевом эмуляторе IFNG нужно запускать виртуальные образы сетевых устройств, коммутаторов, маршрутизаторов и т.д. Для этого нужно, чтобы наш процессор поддерживал необходимые для работы KVM, Kernel Base Virtual Machine, технологии виртуализации. Давайте проверим, включена ли поддержка KVM в дистрибутиве. Для этого набираем команду KVM-OK. Из вывода команды мы видим, что KVM-OK не установлен. Он входит в пакет CPU-Checker и устанавливается следующей командой sudo apt-get-install cpu-checker. Ждем установки CPU-Checker и проверяем еще раз на поддержку KVM. На этот раз с помощью подсказки, которая появилась в терминале sudo slash usr slash sbin slash kvm минус ok. Вывод команды говорит, что у нас процессор не поддерживает KVM расширение и KVM не может быть использован. Другими словами, после установки FNG мы не сможем использовать образы сетевых устройств для эмуляции сети, хотя я заранее включил поддержку виртуализации в BIOS. Есть ли какое-либо решение этой проблемы? После пробования различных способов запустить KVM, самым простым и действенным оказалось использование скрипта. Для того, чтобы запустить поддержку виртуализации, заходим по ссылке, действуем по инструкции. Сначала нам нужно установить утилиту WinDebug, которую вы можете скачать через Windows Store. Затем возвращаемся на страницу скрипта и скачиваем в zip-файл. Распаковываем и запускаем файл run-wsl.bat. У вас запустится окно терминала, и в какой-то момент скрипт попросит вас нажать на любую клавишу для продолжения работы. Нажимаем на любую клавишу, и после этого у вас откроется окно терминала, установленного на дистрибутива Ubuntu 16.04. Еще раз набираем команду sudo kvm минус ok, и видим, что теперь мы можем использовать KVM. Теперь можно переходить к стандартной процедуре установки IFNG Community Edition. Для дальнейшей установки и настройки IFNG воспользуемся руководством IFNG Community Cookbook. Ссылка на руководство приведена в описании к видео. Сначала заходим в терминал через root пользователя. Для этого набираем команду sudo su. Вас попросит ввести пароль от созданного вами пользователя. В моем случае это пароль IF, который я создал еще при установке дистрибутива Ubuntu. Следующим шагом пропингуем google.com, чтобы убедиться, что у нас есть связь с миром. Далее в руководстве находим пункт 3.3.2 IF Community Installation Phase 2 и стартуем установку IFNG через следующую команду, указанную в пункте. После этого начнется установка IFNG Community Edition. На время установки можно пойти приготовить себе кофе или чай и позволить себе расслабиться. Установка завершена, пойдем дальше. После окончания установки набираем команду ifconfig и видим, что нам выдан динамический IP-адрес, по которому мы можем подключиться к веб-интерфейсу IFNG. В моем случае это 172.30.91.254. Вводим этот адрес в строку браузера и попадаем на страницу входа. Вводим стандартное имя пользователя admin и пароль if и попадаем в рабочее пространство эмулятора. В WSL2 есть возможность использовать localhost вместо IP-адреса. Если набрать в строке браузера localhost, то мы также попадем в страницу входа. Набираем имя пользователя и пароль admin if и также попадаем внутрь рабочего пространства эмулятора. Теперь нам нужно проверить, заработает ли образ сетевого устройства. Для этой цели я буду использовать виртуальный образ ASA. Сначала я запускаю Windows PowerShell от имени администратора. В открывшемся окне набираю команды для проверки версии установленной дистрибутивы Ubuntu. WSL-L-V. У меня установлено несколько дистрибутивов и мне нужно выбрать именно версию Ubuntu 16.04 для дальнейшей работы с ним. Для этого с помощью следующей команды WSL-D Ubuntu 16.04 я захожу на нужный мне дистрибутив. И попадаю на страницу установки ifng. Это случилось из-за того, что я не перезагрузил ifng и теперь каждый раз при заходе на дистрибутив через терминал он будет просить нас настроить эмулятор. Так как я зашел на Ubuntu без администраторских прав, все изменения, внесенные при настройке, не будут сохраняться. Поэтому на данном этапе просто жмем Enter каждый раз, когда нас просят что-то настроить и оставляем все без изменений. К концу появится сообщение, что изменения не сохранены из-за отсутствия доступа. Следующим шагом нужно загрузить кемообраз ASA в директорию OptUnitLabAddanceChemo. Сначала надо зайти с правами root-пользователя. Для этого набираем команду sudo su, вводим пароль и попадаем в директорию mount cusersusername. Обратите внимание, что mount это то же самое, что диск c на Windows. Поэтому мы можем без труда манипулировать и управлять файлами непосредственно из команды строки. Затем команда cd я попадаю в директорию, куда заранее переместил папку с кемообразом ASA. Эта директория у меня Documents Images. Команды ls-l проверяю, есть ли у меня эта папка с образом в этой директории. Видим, что папка ASA-992-100 есть в этой папке. Возникает вопрос, а существуют ли другие методы для манипулирования файлами и папками в WSL 2? Да, такой метод есть. Для этого нам нужно ввести в проводнике команду два обратных слыша WSL и знак доллара. И вы увидите дистрибутивы в виде стандартных папок, которые у вас установлены в виде сетевого доступа. Далее в проводнике заходим в директорию opt-unitlab-add-in-schemu и убеждаемся, что там пока еще ничего нет. Следующим шагом мне нужно переместить папку с образом в нужную директорию. Делается это командой move, выбирается нужная нам папка, в данном случае ASA-992-100. Указываем директорию, куда нам нужно переместить. Это директория opt-unitlab-add-in-schemu. И перемещаем папку в эту директорию. После чего опять заходим в проводник и убеждаемся, что данная папка с образом там появилась. Затем, согласно руководству, нам нужно установить разрешение следующей команды. opt-unitlab-wrappers-a-fixpermissions. Все готово. Теперь мы можем попробовать запустить наш робер с ASA. Для этого заходим в веб-интерфейс FNG, даем какое-либо название для нашего лабораторного стенда, в моем случае это тест, и сохраняем его. После проделанной операции мы попадаем в рабочее пространство нашего стенда. Теперь я могу выбрать образ ASA и попробовать его запустить. Образ запустился, о чем свидетельствует сообщение справа в верхнем углу браузера. Кликаем по иконке ASA. У вас появится всплывающее окно, в котором будет указано, с помощью какого терминала можем попасть в интерфейс командной строки. В моем случае это Secure CRT. Говорю, что я заранее настроил, чтобы у меня командная строка открывалась именно в Secure CRT. У вас это может быть что-то другое. Все, наш образ прогрузился, и мы находимся в команде строки ASA. Я захожу в привилегированный режим и набираю команду showrun. Отлично, все работает. Друзья, на этом все. Спасибо большое, что просмотрели видео до конца. Пишите комментарии. До следующей встречи.